Строительство высокоскоростной магистрали Москва-Казань с перспективой продления трассы до Екатеринбурга вопрос решенный. Задача регионов, по чьей территории она проходит, обеспечит всестороннее содействие, заметил глава Чувашии Михаил Игнатьев на еженедельном совещании с правительством республики. В том, что строительство магистрали придаст дополнительный импульс развитию экономики как страны в целом, так и каждого субъекта, через который она проходит, сомневаться не приходится. Это не только дополнительные инвестиции и дополнительные рабочие места. Это и дополнительные возможности, которые открывают высокие скорости. Предполагается, что высокоскоростное движение обеспечит время в пути, например, Чебоксар-Москва около 3 часов, а из Чебоксара, город Казань, около 35 минут. Длина участка высокоскоростной трассы на территории Чувашии – 120 километров. Она пройдет по Ядринскому, Маргаушскому, Чебоксарскому и Мариинско-Пасадскому районам. Предусмотрены две станции в районе Чебоксар и села Полянка Ядринского района. Рабочая группа, которая будет курировать строительство Чувашии, уже создана. Необходимые документы проектировщикам переданы, доложил глава Минтранса. Работа только начинается, заметил Михаил Игнатьев. Он подробно рассказал коллегам, о чем шла речь на совещаниях у президента России, посвященных строительству ВСМ-2. Вы знаете, что на дереве за счет фонда национального состояния будет выделено 450 миллиардов рублей на три проекта. Это Транссибирский магистраль Московской области, пригороди города Москвы, это Кольцо. Ну и третий проект – это как раз Москва-Казань. Глава государства отметил, что в результате реализации проекта время пути между Москвой и Казанью сократится более чем четыре раза. В 14 часов до 3,5 часов. И практически стоимость билета для пассажира, если взять, уже предварительно будет стоить где-то 3500 рублей, как стоимость в огоне кубе. Самое главное, по словам Михаила Игнатьева, строго контролировать вопросы землеотведения и землепользования в рамках так называемого коридора будущей трассы, чтобы не допустить малейшей возможности спекуляции участками. Распоряжение правительства Чувашии, регулирующее проведение операций с землями внутри коридора, уже подписано. Люди в землянных отношениях начинают придумывать свои схемы, использовать, прежде всего, серые схемы для того, чтобы скупать, а потом, соответственно, торговаться уже государством. Я хочу отметить и подчеркнуть, у нас судебная практика сложилась на сегодняшний день, правоохранительные органы и меры прокурорского реагирования, согласно действующего законодателя, сработали эффективно. И тем самым, для тех, кто на сегодняшний день думает, опять-таки, оформляя, обманывая людей, скупать там боевые земли, земли сельхозназначения, Сергей Владимирович, Александр Александрович, и у нас, Валерий Иванович, вы, прежде всего, не строите. Я сказал, давал соответствующие поручения, будем скупать муниципальную собственность или республиканскую собственность. Для этого будем изыскывать средства. На совещании обсудили еще один вопрос, связанный не со строительством магистрали, но с противодействием всевозможным серым схемам и коммерческим сговорам. Министр экономического развития Алексей Табаков отчитался об итогах размещения государственного и муниципального заказа в первом полугодии 2013 года. Общая сумма госзаказа заметно выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 4,8 миллиарда рублей. При этом стоит отметить, что и бюджетная эффективность от размещения государственных заказов в Чувашьей Республике также возросла на торгах путем проведения запросов и котировок. Она составила 12,7 процента. За аналогичный период прошлого года она составляла 9,4 процента. В целом путем проведения торгов и запросов и котировок размещено 73,7 процента для автономного заказа. Это также больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эффективность муниципального заказа несколько ниже – около 7 процентов. Но это все равно больше, чем в прошлом году. Алексей Табаков также сообщил о том, что недобросовестные участники конкурсов включаются в реестр, который ведут с целью не допустить ненадежных партнеров к дальнейшим проектам. Глава Чуваши потребовал обратить особое внимание на подрядчиков по строительству жилья для детей-сирот. К счастью, количество участников торгов тоже выросло по сравнению с первым полугодием 2012 года. Сегодня в торгах и аукционах участвуют свыше 4,5 тысячи различных организаций. А значит, выбор у заказчика есть. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика.